По прочности их можно сравнить со сталью, при том, что наполовину они состоят из воды. Говорят, что с возрастом количество их в нашем организме может меняться, а еще они способны обновляться. Это проект Наука Мани, меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса будем разбираться в особенностях нашего скелета. Попытаемся выяснить, что же нужно делать и как жить, чтобы наша опора не теряла прочности. Итак, смотрите в программе. Скелет в шкафу травматологов и ортопедов. Какие тайны скрывают в себе кости? Собрать по крупицам, а не простой задачи под названием остеосинтез. И за что самая прочная часть нашего тела скажет спасибо. Изучать строение тела человека начали еще первобытные люди в глубокой древности, около 4-3 века до н.э. Об этом говорят сохранившиеся до наших дней наскальные рисунки. Уже тогда имелись четкие представления об отдельных частях организма и их значении. Первым доступным объектом для исследования стала человеческая кость, как правило, высушенная на солнце или в горячем песке. Поэтому термин «скелет» в переводе с греческого означает «иссохший» или «высохший». Так возникла наука об изучении костей и костной ткани – остеология. Вместе с ней стали активно развиваться и учения о связках, суставах и мышцах. Несмотря на то, что знаний о строении костей скелета было недостаточно, врачи, известные в античные времена медицинской школы Гиппократа, в своих сочинениях, все же смогли точно описать, как лечить переломы, вывихи и ранения. Долгое время считалось, что структура костей во всех частях тела одинаковая, и никакие изменения не происходят до самой смерти человека. Но уже на рубеже XIX и XX веков ученые начинают обобщать накопленные научные факты и выявляют закономерности в строении и развитии человеческой кости, исходя из половых, расовых и возрастных особенностей. Остеология сделала большой рывок в своем развитии после открытия рентгеновских X-лучей. Ученые смогли доказать, что, казалось бы, самая прочная часть организма может меняться в зависимости от внешней среды, условий труда и быта, и все это из-за пластичности костей. Развитие скелета разделяет на четыре периода. Грудной, ранний детский от 2 до 7 лет, затем детский нейтральный. Он длится до 15 лет. В этом возрасте кости растут наиболее активно. Последний период, юношеский, продолжается до совершеннолетия. После темпы роста скелета снижаются и вовсе прекращаются. У девушек в возрасте 20 лет парни, как правило, продолжают развиваться до 25. Исследователи отмечают, что у каждого человека индивидуальное строение тела, и одна и та же кость не может быть одинаковой даже у близнецов. Почти пятая часть тела человека – это его скелет, подобно любому рабочему механизму. Он может ломаться и требует так называемого ремонта. Об особенностях строения нашей опорно-двигательной системы и, конечно, о поломках, которые могут с ней произойти, поговорим с ученым, врачом-травматологом Виктор Эдуардович. Виктор Эдуардович Чирак – ассистент кафедры травматологии и ортопедии Белорусского государственного медицинского университета. Написал 15 научных публикаций, имеет два патента и одно рационализаторское предложение. Врач-травматолог-ортопед 6-й городской клинической больницы Минска. Скелет – наша опора. Это все знают. Но мне кажется, что у скелета гораздо больше функций, чем просто опорная. Кроме того, что это опора для крепления всех внутренних органов, это и защита этих органов. Наиболее ярко можно сказать, что эта функция скелета представлена в защите спинного мозга и головного мозга. То есть это самые уязвимые, самые важные органы центральной нервной системы. Они полностью закрыты костной тканью. Кроме опоры и движения, скелет выполняет еще очень важную функцию в поддержании постоянства внутренней среды организма, то есть в поддержании гомеостаза. Ни для кого не секрет, что наши кости состоят во многом из солей кальция, фосфора, много других макро- и микроэлементов, как магний, натрий, это соли фтора и так далее. То есть костная ткань осуществляет функцию так называемого депо этих элементов и постоянно происходит обмен этих элементов между плазмой крови и костной тканью. Правда ли, что костей количество становится меньше с возрастом, я вот прочитала? Есть кости непостоянные, так называемые всесамовидные кости, добавочные кости. Очень часто они встречаются на кисти руки, на стопе. Эти особенности врачи-травматологи-ортопеды знают, дабы не перепутать их с переломами. И количество этих костей у каждого человека может быть индивидуально. То есть у меня, например, может быть косточка, у вас ее может не быть. Ну, а вообще количество костей у человека не одинаковое, да? Примерно количество костей в организме человека составляет порядка двухсот. У кого-то это может быть, скажем, 220, у кого-то может быть 210, у кого-то может быть 215, учитывая наличие вот этих добавочных косточек, либо их отсутствие. Если там пить регулярно биодобавки какие-то или с какими-то еще микроэлементами, это вообще помогает или, ну, это бесполезно? Скорость обменных процессов костной ткани, по некоторым данным, сопоставима с уровнем метаболизма в печени. Постоянно происходят процессы перестройки, и кость очень быстро реагирует на изменение нагрузки. Поэтому для активных, здоровых людей, наверное, прием каких-то препаратов кальция и биодобавок может быть, пожалуй, на последнем месте. А именно адекватная физическая активность приводит к тому, что кость перестраивается, кость укрепляется. То есть кость без адекватной нагрузки, она теряет свои механические прочностные свойства. А еще какие-то причины есть? Они же все-таки ломаются. Существует понятие травматический перелом, и есть отдельное понятие перелом патологический. То есть если произошла адекватная травма, как правило, у молодых людей так и бывает, внешнее какое-то воздействие, оно превышает механическую прочность кости, кость, безусловно, ломается. Патологические переломы, как правило, происходят в костях, которые изменены каким-то патологическим процессом. Если речь идет о взрослой части населения, о пожилых людях, как правило, патологический перелом может быть симптомом какого-то серьезного заболевания. Чаще всего это опухоли каких-то внутренних органов. Но я знаю, что иногда врачам приходится в буквальном смысле собирать кость человека. В медицине это называется остеосинтез. Я предлагаю об этом посмотреть репортаж. На операционном столе пациентка 80 лет. Врачи, можно сказать, собирают ее бедренную кость. Именно люди пожилого возраста, когда речь идет о подобных случаях, в группе риска. Реже собирать кость человека буквально по частям приходится молодым людям. Это и пострадавшие в авариях, и даже спортсмены. Большой очень поток возрастных пациентов, которые травмируются за счет остеопороза. У них переломы максимально верхней части бедра, у них переломы нижней части лучевой кости, верхней части плечевой кости. Как правило, они наступают от простого падения дома или на улице. Есть еще такое название низкорангетическая травма. Сделать кость цельной за максимально короткое время и, как правило, без тяжелых последствий, можно благодаря операции, которую называет остеосинтез. Через 2-4 дня пациенты уже встают с постели при помощи ходунков, а через месяц грамотной реабилитации могут вернуться к своей обычной жизни. Особое бережное обращение требуют кости, которые подвержены остеопорозу. При переломе в таких случаях используются специальные конструкции, которые, несмотря на жесткость и прочность, помогают зафиксировать кость без давления на нее. Одно из самых сложных называют операцию на большой берцовой кости. Сложность проводимых операций заключается в том, что множество костных фрагментов, повреждаются мягкие ткани, и иногда хирургу приходится выбирать несколько хирургических доступов за одну операцию. Ему приходится использовать несколько положений пациента за одну операцию. То есть это процесс такой творческий. Еще сложнее, когда пациент с так называемым смещенным переломом. В таком случае операция разбивается на два этапа. Сначала убирают старые аппараты, а затем заново собирают кость. В среднем ежедневно в больницу в экстренном порядке доставляют до полусотни человек. И нередко пациенты сразу попадают на операционный стол. А вообще в мире сегодня на какие направления делают ставки ортопедотравматологи? То есть какие исследования научные ведутся? Может быть, несколько глобальных проблем, с которыми столкнулись не так давно? Не секрет, что средний возраст населения Земли увеличивается. Растет проблема остеоартрита, остеоартроза. То есть проблема дегенеративных заболеваний суставного хряща. Поэтому очень много исследований, направленные именно на развитие клеточных технологий. Это дает очень хороший, обнадеживающий результат. Я не могу вас, Виктор Владович, отпустить без такого блица. Может быть, несколько советов. Что же делать нам, обычным людям, чтобы не стать вашими пациентами? Скоро грядет зима. Надо порекомендовать побыстрее перестраиваться на новый режим ходьбы. Обувь мы все знаем, что нужно поменять. А стереотип походки у нас остается некоторое время летний. Для того, чтобы не опаздывать на работу, наверное, стоит выйти немножко заранее. Не бежать бегом на транспорт. Внимательно смотреть под ноги, дабы не оказаться у нас в приемном отделении. Что касается вообще в целом костной ткани и суставов, не стоит часто посещать аптеки. Наверное, стоит уделить внимание рациональному питанию, рациональному двигательному режиму. Для молодых людей смене режима труда и отдыха у детей, безусловно, на сегодняшний день. Болезнь гаджетов всем известна, поэтому родителям тоже нужно уделить внимание этому вопросу. Для того, чтобы у детей была правильная осанка, правильное развитие опорно-двигательного аппарата. Отлично, спасибо. Надеюсь, что наши зрители ваши рекомендации, ну, как минимум, примут к сведению. А мы продолжаем, и прямо сейчас время научного дайджеста. Изучением человеческого скелета занимался один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения – Леонардо да Винчи. Итальянский художник и ученый детально исследовал строение черепа и конечностей. Благодаря его работе появилось множество открытий в описании человеческих костей. Эйфелева башня создана по принципу строения берцовой кости человека. В основу конструкции главного символа Франции легли исследования профессора Германа фон Майера. Немецкий ученый выяснил, что головка берцовой кости покрыта сетью миниатюрных косточек. Они расположены в строгой геометрической последовательности. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю кость и не дает ломаться под тяжестью тела. Французский инженер Александр Гюстов Эйфель перенял этот надежный принцип строения при возведении башни. Даже углы между несущими конструкциями совпадают. Многие знают, что по утрам человек выше, чем вечером. Но почему так происходит? Все из-за силы тяжести, которая давит на позвоночник в течение дня, пока мы сидим, стоим или ходим. Длина спины взрослого человека может уменьшаться до полутора сантиметров. Разница к вечеру становится еще больше, примерно в два раза, у тех, кто носит много тяжестей или занимается тяжелой работой, и у людей с большим весом. За ночь рост снова увеличивается за счет горизонтального положения позвоночника и отсутствия нагрузок. Это наукомания. Сегодня мы говорим о самой прочной части тела. Несмотря на возраст, какие заболевания суставов становятся моложе и с чем это связано. Вклад белорусских ученых в развитие протезирования, собственные разработки, помогающие сделать движение комфортнее. И вторая молодость суставов в применении клеточных технологий в отечественной медицине. Уже в достаточно молодом возрасте пациенты начинают говорить о болях в коленях, спине, плечах, шее. А еще несколько десятилетий назад подобные жалобы можно было услышать лишь от людей постарше. Так что же происходит, попробуем разобраться прямо сейчас с главным внештатным ревматологом Министерства здравоохранения Беларуси. Наталья Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Альбертовна Мартусевич, врач-ревматолог высшей квалификационной категории. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного университета. Главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Область научных интересов – ревматология. Опубликовано около ста печатных работ. Председатель общества ревматологов Беларуси. Наталья Альбертовна, правильно, болезнь суставов молодеет? Я не ошибаюсь, тогда с чем это связано и от чего это вообще зависит? Наверное, все-таки молодеет такое заболевание, как остеоартрит. То, что касается других заболеваний микрокристаллических артритов, в частности подагры, тоже в последние годы появилась тенденция к омоложению. Да, действительно, можно сказать и утверждать, что некоторые заболевания суставов в настоящее время молодеют. Первое – это прежде всего образ жизни. Не секрет, что многие молодые люди сейчас активно работают с компьютерами, увлекаются. Сидячий образ жизни. Часто неправильное питание. Хождение в тренажерный зал, которое для определенной когорты молодых людей является не совсем тем видом спорта, который показан. То есть прежде, чем пойти в тренажерный зал, стоит сходить сначала к врачу? Ну, если выстраивать идеальный вариант, то, конечно, да. Правда ли, что врачи могут даже по походке, по осанке заметить, что что-то не в порядке у пациента? Ревматолог, когда идет по улице или сидит, он автоматически начинает оценивать суставы. Классическая походка, утиная походка у пациентов с проблемами с тазобедренными суставами. Видно, когда у пациента болят коленные суставы, как он прихрамывает, как он идет. Конечно, это отражается. Ну, естественно, если эти пораженные суставы визуализируются, то мы можем видеть внешние изменения сустава. Если не болит, это значит, что нет проблем или все-таки болезни суставов, они изначально и не болят? Пример. Плечевой пояс. Очень часто приходят, говорят, у меня болит плечевой сустав. Самая частая причина – это дегенеративное поражение мышц, которые участвуют во вращении манжетки плеча. Вторая ситуация – это проблемы шеи. То есть пациент тоже будет фиксировать, у меня болит плечевой сустав. Поэтому, конечно, болевой синдром – это то, что приводит пациента к врачу. Но не всегда пациент может четко определить. Это боль с суставом, с позвоночником. Поэтому всегда нужен скринирующий этап. То есть чтобы он пошел хотя бы к терапевту, и тот определил, в каком направлении ему двигаться. Можно ли вернуть молодость суставам? Вообще каковы шансы? Можно стабилизировать, я бы сказала так, течение заболевания. Воспалительное заболевание суставов мы можем взять в течение заболевания под контроль. И сейчас тенденция во всем мире ранней диагностики. Там мы уберем течение заболевания под контроль лекарствами. И, соответственно, у пациента практически на лечении не болят суставы. Вторая ситуация – это остеоартрит. Пациент приходит тогда, когда уже, к сожалению, болит. А болит – это уже, как правило, где-то вторая стадия остеоартрита. И вернуть, восстановить хрящевую ткань уже на этой стадии практически невозможно. И проблема заключается уже на этой стадии в том, что это не только хрящевая структура, это поражение всего сустава, связок, сухожилий. Но изменение структуры не всегда коррелирует, скажем так, с болевым синдромом. И в ряде случаев мы можем, скажем, улучшить течение. Или у пациента не будет болеть. На рентгене мы будем определять, а человек будет себя чувствовать хорошо. С суставами не все так просто. А могут ли болезни суставов каким-то образом отражаться вообще на организме? Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 50% при наличии остеоартрита. Почему риск сердечно-сосудистых заболеваний? Первое – болевой синдром, который является стрессом, гиперстрессом для сердечно-сосудистой системы. Прием лекарственных препаратов, которые тоже небезразличны для сердечно-сосудистой системы. И третья важная компания – человек перестает двигаться. Предлагаю нам с вами на несколько минут прерваться. Давайте посмотрим сюжеты о научных разработках в области протезирования. С удовольствием. Технопарк Политехник производит продукцию для травматологии ортопедии на протяжении более 20 лет. Мы приобрели огромный опыт как в эндопротезировании не только коленных суставов, но и суставов пальца кисти, так и погружной остеосинтез. Остеосинтез на основе металлоконструкции, который используется во всех районных, областных и республиканских клиниках Республики Беларусь. Также наша продукция хорошо представлена за рубежом. В данный момент в Китайской народной республике создается совместный технопарк Беларусско-Китайский на основе политехника, где мы внедряем свои технологии и предлагаем их на рынку нашу продукцию. Производим мы на самых высокотехнологических станках, которые существуют на сегодняшний день в мире. Не имеющих аналогов в Республике Беларусь, используем высокие технологии и за счет технологии добиваемся максимально низкой стоимости. Не только в Республике Беларусь, но и мы конкурентоспособны за рубежом являемся при этом. В основном заказы идут не на протезирование, а на инструменты, импланты для травматологии, потому что в Республике Беларусь порядка 30 тысяч операций в год проводятся данного плана. В данный момент мы изготавливаем аппарат Элизарова для маленького ребенка. Эта девочка проживает в городе Бобрыске. Ей в данный момент полтора года. В момент операции, которая будет происходить в феврале, ей будет два года. В чем особенность операции? В том, что в странах бывшего Советского Союза не делают подобного рода операции до 4 лет, потому что нет соответствующих имплантов. К нам обратились специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии, обратилась мама за помощью. Мы сейчас совместно с врачами РНПЦ травматологии изготавливаем по индивидуальному заказу вот этот аппарат. Надеемся, что ребенок будет ходить, бегать и радоваться жизни. Мы продолжаем. Наталья Альбертовна, давайте немножко разберемся в симптоматике, которая, ну, что называется у всех на слуху. Вот, например, хруст. Это сигнал для визита к врачу. Хруст бывает разный. Крепитация, как мы чаще называем, это, скажем, более мягкий хруст. Он бывает связанный с суставами и с окружающими сустав-структурами, то есть связочками. К сожалению, пациент тоже не разберется в этой ситуации, это только разберется доктор. Второе, это бывает чаще всего проявление гипермобильности суставов. То есть, когда сустав переразгибается больше, чем ему положено, это бывают локтевые, коленные суставы. Сказать о том, что хруст непосредственно приводит к патологии суставов, таких научных исследований пока не проведено. А вот сама гипермобильность, плоскостопие может являться фактором развития остеоартрита в последующем. Довольно часто говорят, после тяжелого рабочего дня болят ноги. Если действительно вот долго ходил, начинают там болеть колени, там стопы, вот это может быть? Это именно то. Я бы здесь выделила две части. Первая – проблема с позвоночником, с радиацией боли, которая тоже будет давать. И вторая, действительно, проблема с суставами. Потому что чаще всего остеоартрит поражает нагрузочные суставы, то есть те, которые держат на себе вес тела. Это тазобедренные, коленные. Коленостопные суставы чаще всего поражаются в ситуации, когда есть или поперечное, или продольное плоскостопие. Соответственно, человек его не корректирует. Поэтому нагрузка возрастает на связке, но суставы болят. То есть, боль после перегрузки сустава – это самый значимый и тревожный маркер, что надо бежать к специалисту. Если кости ломит при смене погоды? Люди старшего поколения знают, что это такое. Сейчас и молодежь, говорят, коленка крутит, наверное, дождь собирается. Ломота сустава. Постоянная либо непостоянная, без признаков припухания, обзывается у нас артрология. Вот этот артрологический синдром, он может иметь под собой ряд заболеваний. В частности, это может гипермобильный сустав быть. То есть, человек из-за более мобильного связочного аппарата больше нагрузил суставчики, появилась ломота в суставе. Отдохнул – все ушло. Это первая ситуация. Вторая ситуация – ломоты в суставах. Если она становится не только на погоду, а длительная – это старт какого-то нашего заболевания. В атмосфере и в суставе давление разное. Поэтому, если есть изменения переартикулярного аппарата вокруг сустава, смена давления, выравнивание с атмосферным может запастывать. Это вызывает вот такой болевой синдром. Я благодарю вас за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Но прежде чем попрощаться, смотрим еще один сюжет. Будет интересно. Еще лет 10 назад было сложно даже представить, что заболевания костей и суставов можно лечить, не используя импланты. Сейчас это не просто реальность. Методику лечения с помощью клеточных технологий в Республиканском научно-практическом центре травматологии ортопедии освоили в 2012-м. Основа, конечно же, стволовые клетки, уникальные по своим свойствам и способностям. Основными функциями этих клеток является то, что они способны замещать утраченные функции органов и тканей и способны оказывать такое стимулирующее паракринное действие за счет выработки биологически активных веществ. И в момент, когда они оказываются в той среде, которая поражена каким-то процессом, они способны оживлять то, что находится вокруг них. Всего за 7 лет работы врачи научно-практического центра травматологии ортопедии провели несколько десятков операций с применением к клеточной терапии. Первым проектом стало лечение поврежденного хряща в коленном суставе. Суть заболевания заключается в том, что в результате травмы, как правило, это травма, происходит разрушение суставной поверхности коленного сустава с повреждением хряща под хрящевой костной ткани, формирование локального дефекта. Наши сотрудники совместно с сотрудниками МПЦ детской онкологии и гематологии разработали методику, которая позволяет восстановить эти утраченные зоны хрящевой ткани с помощью клеточных технологий. Перед проведением операции у пациента проводят забор костного мозга, из которого выделяются стволовые клетки. Для одного пациента они выращиваются около месяца в специальных СО2-инкубаторах. Если операция откладывается, клетки замораживаются в жидком азоте при минус 196 градусах. Там они могут храниться до 20 лет. Для одного пациента может понадобиться от 30 до 80 миллионов стволовых клеток. Их вводят сразу в пораженный участок. Мы их вносим в носитель какой-то. Если для репарации хряща, то в коллаген. Если для репарации костной ткани, то в фибрин. Фибриновый гель. Это необходимо для того, чтобы клетки равномерно заполнили дефект и в дальнейшем могли пролиферировать, дифференцироваться и восстановить или костную ткань, или хрящевую ткань. В зависимости от того, какой дефект мы репарируем. Опыт и разработку коллег по лечению остеоартроза уже внедрили ученые из Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Беларуси. Для применения молодой терапии был открыт научно-практический центр клеточной технологии. С начала этого года специалисты центра пролечили 14 пациентов, страдающих остеоартрозом крупных суставов. Можно обратиться непосредственно в регистратуру отделения регенеративной медицины. Там пациента запишут на консультацию и, соответственно, покажут медицинскую помощь. Сейчас врачи научно-практического столичного центра травматологии и ортопедии создают новые разработки совместно с нейрохирургами. Уже два проекта идут по лечению травм и заболеваний позвоночника с применением стволовых клеток и доказывается, и это видно на первых результатах клинических испытаний, что сращение травмированных позвонков ускоряется и улучшается при участии в этом клеточной технологии. Клеточные технологии уже применяются при лечении ран, ожогов, при повреждении суставного хряща и связок, на ранних стадиях остеоартроза и даже остеонекроза головки бедренной кости. И, судя по результатам, это только начало. Это была Наукомания, я Екатерина Берецкая. Сегодня вместе с врачами буквально по косточкам разбирали наши скелеты. Надеюсь, было не только интересно, но и полезно. Увидимся ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниково» в «Беларусь-24». Субтитры сделал DimaTorzok